Подобное приходится слышать очень часто. Поют вот такие песенки или прикалываются в стиле «Ты чё, измытищ?» Резиденты Камеди отличаются особо креативным подходом. У меня с юмором нормально, но слышать такое про любимый город мне лично больно. Думаю, как и всем моим землякам, да и, собственно, жителям любого замкадного города с неблагозвучным названием. Такие шутки бьют наотмашь, как приговор «Синие бабище». А вспомните классиков, господа. Лучшие девушки всегда жили в провинции, а сами классики черпали вдохновение не на столичных улицах, а на подмосковных дачах. Лучший город земли у каждого свой. Предлагаю прогулку по моему городу. Сейчас мы едем по московским улицам, впереди МКАД. И, в принципе, уже здесь можно начать отсчет. Три, два, один. И мы уже в мытищах. По сути, это расстояние можно пройти пешком. Наверное, поэтому многие считают мытищи спальным районом Москвы. Первое, что встречает любого путешественника, въезжающего в мытище по нашему маршруту – огромный самовар. Концептуальное отличие от тульского – выражение главной функции глубокорусского сосуда, а именно наливания кипятка в чашку. По сути, памятник не самовару, а традиции – чаепитию в мытищах, прославленной в 1862 году художником Перовым в одноименной картине. Кстати, дизайн самовара максимально приближен к тому, что изображен на картине. А вот формой струи, напоминающей душ, многие мытищенцы остались недовольны. Но администрация обещала внести изменения. Мытищи – это стародачное место. Сюда приезжали отдохнуть царствующие особы, модные художники, известные писатели и музыканты. И уж поверьте, в пылу творческих споров в музыкальных гостиных и на зеленых верандах за картишками чаю было выпито немало. Потому как и природа располагала, и вода славилась своим качеством и вкусом, с воды и начиналась история города Мытищи. Кстати, первое упоминание о селе Мытище датируется 1460 годом. Откуда происходит это название, мы расскажем немного позже. А привычное произношение имени нашего города появилось только в 19 веке. В минуте езды от самовара наша главная знаменитость – Ода в воде, увековечная в памятнике Мытищенскому водопроводу. Устанавливая в 2004 году этот арт-объект, посвященный 200-летию Мытищенского водопровода, его автор, архитектор Павел Глушенков и подумать не мог, как заставить креативить мытищенцев. Как только не называют этот памятник в народе. Чупа-чупс, Горыныч, памятник в сантехнику, вертолетики – это только самые популярные версии. И тех, кто радеет за классическую монументальную скульптуру, я понимаю. А с другой стороны, чем больше споров вокруг объекта современного искусства, тем успешнее его будущее. В любом случае, этот объект внесен в реестр самых необычных памятников страны. Задумка же автора была таковой. Расположенные на круге диаметром в 60 метров, 18-метровые голубые трубы должны были символизировать голубые струи воды, прорвавшиеся сквозь толщу земной коры, которые, в свою очередь, символизируют необработанные камни, так называемые слэбы, лежащие у подножия. Действительно, эта композиция ярко иллюстрирует историю громового ключа, источника родниковой воды, с которого 215 лет назад началась славная история первого в России водопровода. В 1804 году ключевая вода собиралась в специально построенные колодцы. Текла по искусственному кирпичному руслу, которая соединила ключи в верховьях реки Яуза, вблизи села Большие Мытищи, с водозаборным фонтаном на трубной площади Москвы. Так была решена проблема снабжения столицы водой. Самый первый водопровод имел длину 16 километров, несколько раз модернизировался и удлинялся. И подавал воду в Москву, хотя уже не в значительных количествах, вплоть до 1962 года. От самого водопровода почти ничего уже не осталось. Родники в большинстве своем истякли. Нет и старинного грота над громовым ключом, кирпичной галереи, разрушены все акведуки, кроме Ростокинского, построенного в 1804 году. Его длина составляет 356 метров, число арок – 21. За свою стоимость он прозван был в народе «миллионным мостом». На его строительство было потрачено 1 миллион 680 тысяч рублей. По тем временам – гигантская сумма. Екатерина Великая, которая видела Ростокинский акведук еще на стадии строительства, считала его самым красивым сооружением Москвы. О славной истории воды еще много интересного можно узнать, побывав на экскурсии на Мутищинском водоканале. Комплекс зданий главной насосной станции построен в псевдорусском стиле в 1890-х годах по проекту архитектора Максима Геппинра. Это задвижка XIX века, установлена в честь 200-летия Мутищинского Екатерининского водопровода. Бюст Екатерини II работы скульптора Ивана Петрищева как дань памяти основательницы первого русского водопровода. В городе много объектов, связанных с водой, впрочем, как и самой воды. У дворца культуры Яуза, что стоит на берегу одноименной реки, нашла свое пристанище старорусская деревянная ладья. Вот он, главный символ Мутищи, украшающий герб и флаг города. Установлена она в память о древнем Мутищинском волоке из Яузы в Клязьму. Именно таким путем можно было быстрее всего попасть из Москвы во Владимир. В XI-XIV веках на Мутищинском Вологе торговые суда разгружали, тащили по берегу 7-8 километров, а затем снова спускали на воду и загружали. А с купцов в княжескую казну собирали почвину за проезд и провоз товаров, которая называлась Мыт. Отсюда и название города, которое в древности звучало как Ялское Мытище. А еще на территории нашего округа находится Пироговское водохранилище, маленькое подмосковное море. В жаркие летние дни москвичи устраивают паломничество к этим берегам. В самом же городе летнюю жару остужают фонтаны. Этот фонтан находится на центральной площади у здания администрации со знаменитыми часами на башне, высота которой 25 метров. Здесь в новогоднюю ночь собираются люди, чтобы услышать бой Мутищинских курантов. А рядом за памятником Ленину, ну как же без него, знаменитый театр Фест. Это один из лучших театров Подмосковья, отмечен множеством отечественных и зарубежных наград. Не все провинциальные театры в нашей стране могут похвастаться очередями в кассы, причем не только вне премьер. Фест может. А вот если пройти от фонтана напрямик через прекрасный парк, в нем сегодня обязательно побываем, мы выйдем к еще одному замечательному театру. У Мутищинских ребят есть свой диснеевский замок. Это театр Огнива. Театр уникальный и легендарный. Как и его основатель, народный артист России Станислав Федорович Железкин, увы, ушедший от нас совсем недавно. Но дело его живет. Учреждена театральная премия имени Железкина и раз в два года проводится здесь международный фестиваль кукольных театров «Чаепитие в Мутищах». Так что культурные традиции здесь чтут и приумножают. Кстати о традициях. Если говорить о мировых брендах, то два из них точно могут похвастаться мутищинской пропиской – Жостовские подносы и Федоскинская лаковая миниатюра. Интерес к Жостовским подносам не ослабевает и потому на фабрике работы всегда хватает. И тут, как говорится, без комментариев. На прекрасные шкатулки можно полюбоваться в историко-художественном музее, основанном в 1962 году. В его фондах хранится более 20 тысяч экспонатов, в том числе и шкатулки, расписанные тончайшими кистями федоскинских мастеров. А теперь перейдем через дорогу. Мы оказались в мутищинской картиной галереи. Здесь хранится большое собрание произведений изобразительного искусства 60-90-х годов XX века. Кстати, руководит галереей известный современный мастер Жостовской живописи, заслуженный художник России Марина Ефимовна Домникова, которая продолжает прославлять свою малую родину не только при помощи кисти, но и поддерживает активную выставочную деятельность веренного ей объекта. С 2007 года здесь побывали сотни художников из десятков стран, мастера всемирно известные и художники-начинающие. Есть и работы местных художников. Им было и есть чем вдохновиться на мутищинских пленерах. Например, окрестностями усадьбы Марфина. Это уникальный архитектурный памятник. Усадебные постройки создавались в течение двух веков. В 1830 году архитектор Михаил Быковский перестроил дворцово-парковый ансамбль конца XVIII века в стиле неоготики. Село Марфина принадлежало многим княжеским семьям. Последней хозяйкой здесь была Софья Панина. Сегодня на территории располагается военный санаторий, но пройти сюда на экскурсию можно. Усадьба завораживает своей красотой. Парки с узкими дорожками, каменные мосты XIX века и живописные пруды, созданные самой природой. Ну а теперь к новым дворцовым комплексам – спортивным. Главной жемчужной в спортивной короне моего города стала ледовая арена Мытищи. Здесь ведут сражения баскетболисты за Еврокубок и тренируются будущие легенды номер 17, 18, 19 и так далее. Есть еще один предмет гордости у мытищенцев. Нет, метро в Мытищах пока нет, но есть знаменитый завод «Метровагонмаш», основанный в 1897 году по инициативе промышленника Савы Мамонтова. Сегодня завод является одним из ведущих промышленных предприятий России в области транспортного машиностроения. Крупнейшим в стране производителем вагонов метро. В 19 метрополитенах 11 стран мира 9 тысяч наших вагонов ежедневно перевозят более 16 миллионов человек. Несмотря на присутствие развитых промышленных предприятий, наш округ является территорией уравновешенной экосистемы, где переплелись природные и естественные очаги и линейные проекты современного ландшафтного дизайна. Давайте вернемся в Центральный парк культуры и отдыха. Тем более я вам обещала. Парк – самое любимое место отдыха мутищенцев, самая популярная площадка для множества культурных и спортивных праздников. Ну а для тех, кто не любит организованный ландшафт и хочет пошутаться с природой, создан новый загородный лесопарк. Летом здесь можно наслаждаться запахами разнотравья и горячей сосновой смолы, совершать конные прогулки, а зимой кататься на лыжах в ожидании встречи с дикими лесными обитателями, что, впрочем, действительно возможно. Лосиный остров. Кто хоть раз не слышал названия одного из первых национальных парков страны? Кстати, это единственный в мире национальный парк, расположенный внутри мегаполиса и сохранивший многообразие природных ландшафтов. Его площадь 12 тысяч гектаров, здесь произрастает 700 видов растений, обитает около 40 видов мекопитающих и 150 видов птиц. Да, и здесь же работает знаменитая лосиная биостанция, где с удовольствием принимают гостей. Возвращаемся в город, но глаз не раздражается серым цветом асфальта и бетона. Его хорошо камуфлирует огромное количество цветочных композиций и деревьев. Зелени действительно много. В парках, во дворах, скверах, березы, красные клёны, каштаны, яблони – невообразимое буйство цветов и декоративных трав. Вот здесь, на одном из самых излюбленных мест отдыха горожан, на бульваре ветеранов находится один из памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Памятник Нине Максимовне Распоповой. Боевой лётчицы легендарного 46-го гвардейского легкобомбардировочного женского авиаполка. Лётчик-инструктор Матищинского аэроклуба в годы войны совершила 857 боевых вылетов. За мужество и воинскую доблесть Нина Максимовна удостоена звания Героя Советского Союза и дважды отмечена орденами Красного Знамени и Отечественной войны первой степени. А совсем недалеко от бульвара стоит и памятник подвигу лётчиков Матищинского аэроклуба. В нём когда-то и обучали лётчиков и парашютистов. Несколько выпускников клуба получили звание Героя Советского Союза. Знаменитый ПО-2, боевая машина, укрывшая своими маленькими надёжными крыльями московское небо, устремляется вверх. Именно здесь каждый год 9 мая собираются участники Бессмертного полка, а потом начинают своё движение к Вечному огню на берегу Яузы. Память – самый ценный дар, который Бог дал человеку. И хорошо, что рядом живут люди, умеющие эту память сохранять. Мой земляк Владимир Яковлевич Гуральник более 30 лет создаёт миниатюрные макеты православных храмов и церквей. В его коллекции их более 100, а экспозицию из 22 работ Владимир Яковлевич передал в подарок городу. Благодаря увлечению Владимира Яковлевича сохранён для потомков облик нескольких уже несуществующих храмов. На территории мытьич более 20 православных храмов – больших и маленьких, недавно построенных и совсем старинных. Самый древний – храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Памятник московскому церковному зодчеству был заложен в 1675 году при царе Алексея Михайловича. Красивый и величественный он стоит на территории села Тайнинского. Это село было любимым местом для уединения Ивана Грозного и служило ему загородной резиденцией. Памятник московскому зодчеству, воздвигнутый в конце 17 века, пережил многое. Во времена войны с Наполеоном храм был разграблен. Позже, при советской власти, он был и магазином, и складом, и только в 1989 году он вновь распахнул свои двери для прихожан. Прикасаться к его стенам всегда волнительно. Сколько радости и печали они видели. О начале и окончании скольких историй звонили колокола. Здесь, конечно, особая атмосфера. Такие вдохновленные взгляды, прозвольные лица. Такого в ЗАГСе не увидишь. Везде и все-таки говорят, что духовность это наше главное наследие. Особенно приятно видеть его отражение на лицах своих сверстников. Это радует и обнадеживает. Ана-Госинск. Ана-Госинج. Ана-Госинск. Опускается вечер, укрывая покоем натрудившийся город. Засыпает мой лучший город земли. Город науки, культуры и славной истории. Подмигивает разноцветными огнями, обещая на завтра свежие умытые улицы. И, конечно, встречи с добрыми и талантливыми людьми. Завтра будет новый день, лучше, чем вчера. Хотя, разве может быть лучше? Субтитры создавал DimaTorzok